На Севастопольской 3-2 идет борьба между соседями. Конфликт обострился, когда одна из жительниц по своей инициативе установила по всему двору стоперы. Что это значит? В чем причина и куда теперь ставить машины? Смотрите далее в сюжете. Осторожно, стопер! Теперь машина во дворе ставить некуда. Точнее, есть куда, но сначала нужно заплатить. Жительница третьего подъезда, в прошлом председатель дома, живет в этой пятиэтажке более 30 лет. И хотя женщина не занимает должность управляющего делами дома, чувствует себя полной хозяйкой. Делает то, что считает нужным. Мнение соседей ее не интересует. Одна из самодеятельностей Елены Гудеменко – незаконно установленные стоперы. Или, как их прозвали сами жильцы, спотыкачки. Женщина решила таким образом бороться с большим количеством машин во дворе. Она за свой счет здесь установила блокираторы и берет деньги жителей за место для автомобиля по 1300 рублей. У нас тут получается такой беспредел. Вот можно посмотреть. Самовольное установление стоперов. Приехать кто-то в гости или, я говорю, у меня дочка приезжает, привозит внука на машине, остановиться негде просто. И занести его домой тоже. Ну, тащить приходится через весь двор. Поэтому я считаю, что это надо убирать или каким-то образом ставить какой-то шлагбаум, чтобы сюда машины не заезжали. Сергей Кузьменко приезжает с работы каждый день на обед. Свою машину ему поставить некуда. У мужчины есть гараж, но постоянно открывать и закрывать его как минимум неудобно и затратно по времени. Я имею автомобиль и не могу припарковаться вот возле своего подъезда. Стоят свободные стопера, количество четырех шук конкретно возле подъезда. Никто ими не пользуется. Эти стопера установлены гражданкой Гудеменко для того, чтобы в одном их продать жильцам нашего дома, которые имеют автомобили, для того, чтобы они могли парковаться. Решение этой проблемы я вижу следующим образом. Поставить шлагбаум на въезде во двор и посторонних людей сюда не пускать. Потому что мотивировка того, что установлены стопера, такая, якобы люди из соседних домов ставят здесь свои автомобили. Можно всем собраться, купить шлагбаум, установить его и тогда не будет никаких проблем. Когда наша съемочная группа приехала, с возмущениями выглянула из окна своего балкона бывший домуправ Елена Гудеменко. Нужно, чтобы Сережа организовал все это дело. Мы его выберем и он будет заниматься этим делом. Сережа, почему вы раньше одна это не согласились? Спускаться вниз отказалась, но спустя некоторое время по нашим просьбам все же вышла во двор. Рассказала, что поддерживает гражданскую позицию, что на одно парковочное место может поместиться сразу несколько авто. Как у нас решили, вот эти все спотыкачки, все люди, которые проживают в этом доме, имея семьи и по двое детей, они поставили себе здесь машины. Но как мы договорились, мы вот одно место взяли не на одну квартиру, мы взяли по три, по четыре квартиры. Это действительно так. Потому что в каждой связке было по пять ключей. Более того, договорились, если кто-то будет приезжать, не вопрос, ключи как бы дадим. Мы это место не узурпировали. Сергей Кузьменко не согласен, говорит, ему место не предлагали. Юрист прокомментировал проблему так. Подобные индивидуальные вопросы не всегда регулируются законодательством. Этот вопрос необходимо решить полюбовно, не вынося ссор из избы. В данном конкретном случае, на мой взгляд, усматривается некого рода самоуправство. Потому что нельзя самовольно прийти, даже оплатив за свой счет блокиратор такой, установить его, неважно для каких целей. Это препятствие для использования общей территории. Это фактически нарушение прав остальных жильцов. Теперь жильцам дома необходимо организовать собрание и найти компромисс. Анастасия Кулагина, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.